Валерий Николаевич Казаков Это тот Могилев 60-х годов, когда я из деревни переехал сюда, на вокзал, на улицу Белинского, переулка Белинского. Первая брусчатка на улицах, когда ее мастили, первый троллейбус, когда появился в Могилеве, мы пытались кататься и зайцем, и пытались цепляться за этот троллейбус, нас гоняли. Потом для меня Могилев это раскопки. Мы восстанавливали, допустим, батальон милиции, где сражался, это наша вокзальская была задумка, была такая. Ну а пуповина-то здесь зарыта, поэтому сюда все и несет. Была такая студия при Днепровской ветрозе, и мы туда приходили изредка на занятия, и вот с этого, в принципе, с Могилева, с этих ветрозей и началась моя какая-то поэтическая карьера. А писать я стал довольно-таки поздно. Первая прозаическая книжка у меня вышла в 2002 году всего. И, ну, наверное, это все накопилось, и я понял, что я не имею права носить в себе то, что я вижу каждый день в своей повседневной жизни. Ну, вот это легло в основу романа «Тень гоблина», потом «Холопа густейшего демократа», потом «Гапоны». И это все завертелось. Ну, и слава богу. Могилево – это скорее русскоязычный город. И меня повернула к белорусскости книга Короткевича. Я ее прочитал сначала, «Колосе под Серпом твоим» прочитал сначала на русском языке и понял, что чего-то мне не хватает. И кто-то мне сказал, ты прочитай на белорусском. Он что, на белорусском, что ли, писал? Да, это перевод. Я прочитал его на белорусском, и я понял, что сразу же совсем по-другому, другая музыка. И я почувствовал вот то великое, древнее, могучее Поднепровье, которое было здесь. Каждый человек родился с правдой. Мы все рождаемся с одной правдой. А потом, однажды собрав, каждый человек приобретает право на свою собственную правду. Вот как с яблоком в раю. Откусил и все. И стал якобы Бог. И главное, как можно дольше не испортить человека. Потому что врожденное чувство добра и правды, оно есть, присутствует в человеке. Точно так же, как меня тут корреспонденты как-то спрашивают, вот что нужно сделать для того, чтобы воспитать патриота. Да не надо его воспитывать патриотом. Он уже, он сам по себе рожденный в рамках наших ценностей, традиционных, белорусских ценностей, поднепровских ценностей, каких угодно. Малых и больших родин. Он уже патриот этого всего. А вот его можно изнасиловать, и он перестанет быть патриотом. Часто привожу такую историю. Будучи корреспондентом, меня пригласили на выставку работ душевнобольных. В Склифе она была. Я просто очень жалею, что у меня тогда еще не было мыльниц, что можно было самому фотографировать. И фотокора с собой не взял. Я увидел, ну просто по своему классу выполнение гениальное, вот равное там, я не знаю, дали полотна. Уникальные вещи. Там внизу написано, диагноз такой-то, такой-то там, на постоянном излечении находится. И когда я пришел на Кузнецкий мост, там через три месяца, увидел слабые подделки того, что я видел там, вот там. И там написано, заслуженный художник РССР, но нету диагноза. Для меня это уже стало неинтересно. Так вот, к несчастью, те люди, которые подделывались под некой псевдо-новизной и убивали тот реализм, который вообще существует в мире, они, в принципе, сейчас торжествуют. Совет моего учителя, моего наставника, Винокурова Юрия Николаевича, он сказал гениальные слова. Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Понимаете, ну, кем бы мы ни были, журналистами, операторами, рабочими, писателями, мы все равно те учителя, которые должны передать тот багаж знаний, в том числе и сакральных знаний, своим поколениям. Я с радостью встречаюсь там с своими, с детьми, с внуками, я им рассказываю то, что мне рассказывала моя бабушка, а ей рассказывала моя прабабушка. И если это не прерывается, если это остается, значит, мы остаемся людьми. И ничего не человеческое, не людское, как у нас говорят, нам не страшно. Не верьте никакому чиновнику, который вам скажет, что ему плохо живется. Происходит какая-то... Меня, знаете, что интересовало и в Гоголе, и в Салтыкове, щедрине? Меня интересовала трансформация. Та трансформация, что происходит с человеком, который был хорошим мальчиком, хороший институт закончил. Потом он пришел, сел на кресло какое-то, любое, комсомольское, партийное, хозяйственное. И глядишь, уже через несколько лет уже рыло сидит, вот такое настоящее. Он уже не совсем адекватный человек. А рядом с ним может сидеть другой чиновник, который будет точно так же работать. И большинство чиновников, они выполняют ту миссию, на которой возлагают его к служебной обязанности. Но, к сожалению, вот эта трансформация, она остается. И меня это, естественно, интересует. Раньше ты приходил в театр и мог увидеть, что по сцене ходит Владимир Ильич. Там будет он картавить, не будет. Убогий он или еще какой-то. Но это была власть. Там был секретарь обкома, там еще кто-то. А у нас сейчас, посмотрите, у нас или бандиты какие-то ходят, или какие-то перформансы из классиков, где этот Гоголь бедный, наверное, там бы перевернулся в этом. Или Чехов, потому что он посмотрел, что с него делают. Или же еще кто-то непонятно. Или западные какие-то образчики театра. Но у нас нет живых людей, живого чиновника. У нас чиновник почему-то выпал из света нашей литературы. А их надо возвращать. Гоблин. Гоблин – это такой мелкий нечистик из скандинавских и европейских сказаний, который может принимать личину человека. А при этом он остается нечеловеком. То есть это такая вот трансформированная отрицательная субстанция. Я почти все книги свои подписываю солнечному, допустим, Андрею. И какое-то пожелание. Потому что я считаю, что есть мир солнечных людей, а есть мир людей пасмурных, то есть людей тени. Так вот, Гоблин – это человек, который из тени пришел в солнечный мир и пытается делать свои темные дела среди нас. Но у того Гоблина, о котором вы говорите, названием романа, у него был свой прототип, который оставил в истории русской государственности современной очень большой след. Это Борис Абрамович Березовский. Это самое страшное паскудство, которое вообще изобрел человек на погибель самому себе. Потому что армия всегда, где бы она ни была, или там в каких-то конфликтах, или же в Африке, где угодно, армия всегда будет наобута, одета, накормлена. Будь это боевики, будь это повстанцы, будь это еще кто-то, кто угодно. Дети, женщины и старики будут голодные и подыхать за голодом. И еще я пришел к тому, что на войне у каждого своя правда. И правда солдата отличается от правды генерала. И друг друга они никогда не поймут, и эти правды никогда не пересекутся. Свобода – это когда ты свободен, когда ты можешь передвигаться, когда у тебя есть возможность говорить то, что ты думаешь. Если ты говоришь против государства, вернее, наша свобода относительная. А в одном государстве мы по одному свободны, в другом государстве мы по другому свободны. И сказки о том, что там есть где-то далеко за бугром или за океаном какой-то свободный мир, он тоже относительно свободен. Он свободен в рамках своей традиции. Вот я хотел бы, что для меня свобода – это быть свободным в рамках своего народа. Потому что писатель, писатель, он почти всегда скептик, он почти всегда диссидент по отношению к власти государственной. Но он никогда не может быть диссидентом или же противником своего народа и своего духа. Если это происходит, он становится предателем Лемен-Манкурта. И вот тогда кончается свобода и начинается зависимость уже совсем от других вещей. В русских издательствах у меня не вышло в России ни одной книжки, где бы откуда кусочки не вытаскивали. У меня был такой случай, когда мне звонили, говорят, что надо бы убрать оттуда 16-ю голову. Я говорю, а как ее убрать? Почему? У нас что? Лид появился? Нет, Рудлита нет, но рабочие типографии, такой-то, такой-то, решили ее раскидать. Или твою и Прохановскую книжку. Единственное, что настораживает, что, может быть, было бы меньше этих опер мыльных или еще каких-то, то, что мы называем чтиво. Вот к чтиву тоже мозги привыкают быстрее, потому что это быстро переваривается. Это такое поносное чтение, которое проглотил, опорожнил, проглотил. И самое главное, это требует его постоянного пополнения. Ну, может быть, было бы больше этих книжек хороших. А сейчас у нас спроси, кто такой Павка Крчанин, понятия никто не имеет. Человек просто подыхал для того, чтобы доставить обыкновенные дрова в город. Он же не совершал какого-то сверхъестественного чего-то. И тиф был, и то, и то. И в этой маленькой повести сложена судьба целого поколения. Да, они были такие, да. Они были фанатично уверены в том, что они будут жить в роскошном будущем. Они же не думали, создавая магнитку, Днепрогрессы, я не знаю, там азотно-туковые какие-то комбинаты, наши первые потенние, ну, даже наш КШТ Могилевский. Они же не думали, что придут, я не знаю, там, Абрамовичем, еще кто-то из Банкировой и будут этим пользоваться. Они же думали, что это наше все, народное. Поэтому сложно мне сказать. Те брендовые писатели, которые сейчас все на устах, я не могу сказать, что они написали свое герои. Они, скорее всего, написали портрет нашего безвремени. Великая красота – это когда просыпаешься рано-рано, а на Днепром стоит туман, и солнышко только-только-только проклевывается. Вообще, знаете, вы помните, в Писании есть такая фраза, да не насытится глаз зрением. И вот это и есть красота, потому что эта красота есть всюду. И тот человек, который не в состоянии это почувствовать и увидеть, это плохо. Ему нужна какая-то опека. И я рад, когда, допустим, дочка говорит, смотри, какой закат обалденный. Понимаете, я понимаю, что у нее тоже есть зрение, она может это увидеть. Когда-то в литературном институте у нас античную литературу читала Таха Годи. Такая была уникальная женщина. Злая молва приписывала, что она была любовницей Васильевича Сталина. Она пришла и говорит, вот вы здесь все такие молодые, бойкие сидите. Вы, наверное, что-то хотели бы удивить мир и что-то произнести новое. Я говорю, хочу вас разочаровать. До вас это сделали древние греки. Потом ведь каждый человек, он же автор не только своей жизни, но и книги своей жизни. Я всегда уверен в том, что каждый человек, кем бы он ни был, даже безграмотным человеком, он может написать свою книгу. Вот такую книгу мне полжизни читала моя бабушка Феня, которая, в принципе, умела расписаться и умела считать деньги. А так она была безграмотной. И она мне рассказывала книгу о такой жизни, и там Илья Николаевич мог бы простонать. Поэтому давайте писать будем каждую свою книгу и общую книгу нашей Беларуси родной. О Могилевщине в частности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова